Россия должна войти в тройку крупнейших экспортеров сжиженного природного газа. Как это сделать, обсуждали сегодня на заседании правительства. Несмотря на то, что Россия в мире прочно ассоциируется с газом, который идет по трубам, у страны есть все шансы стать лидером и в жидком топливе. В студии наш обозреватель Татьяна Ремезова. Татьяна, не связан ли такой поворот с агрессивной политикой США, которая насаждает свой сжиженный газ по всему миру? Не могу не спросить об этом. Эрнест, конечно, связан, но отчасти. Россия делит первое-второе место по мировым запасам газа с Ираном. И сейчас 90% добываемого топлива мы действительно продаем по трубе. За последние 10 лет потребление всего газа в мире выросло на 20%, а спрос на сжиженный газ взлетел на 70%. Количество стран, которые потребляют, удвоилось с 17 до 40. Пока газ в России сжижают только на двух заводах. Это Ямал-СПГ и Сахалин-2. В планах запустить еще несколько крупных производств. Балтийские СПГ, Востлуги, Арктик-СПГ, Печора и Штокман. Новые предприятия создаются подчас в экстремальных условиях Крайнего Севера. Служат основой для роста доходов регионов. Предлагают востребованные, хорошо оплачиваемые рабочие места. При помощи таких проектов мы осваиваем и Арктическую зону, и Северный морской путь. Формируем долгосрочный заказ на танкерный и ледокольный флот. Создаем новые ниши для инженеров и технических специалистов. Больше всего СПГ сегодня продает Катар. Грандиозные амбиции у Австралии, Канады и США. Но даже в жидком виде российский газ все равно выгоднее. Наш газ по себестоимости дешевле примерно в три раза добычи газа на Ямале, чем на хабах в Соединенных Штатах Америки. А за счет чего? За счет тех условий геологических месторождений, за счет развитой инфраструктуры в Западной Сибири, на севере Ямало-Ненецко-автономного округа. Тем не менее, Штаты политическим шантажом уже навязали свой жиженый газ Польши и продолжают давить на наш Северный поток-2. Чем в итоге будет топить Европа? Эрнест, для Европы ничего выгоднее и надежнее трубы нет. И объемы поставок стабильно растут. У газа жиженого совсем другие рынки, но и там Россия уступать не намерена. Со стороны Соединенных Штатов Америки осуществляется такой грубый протекционизм, по сути дела, по тому, чтобы продвигать свой жиженый природный газ. Но опять же, здесь главное слово за потребителем, потому что газ СПГ из США сегодня на 30-40% дороже. Трубопроводный газ эффективен на расстоянии до 4000 километров в среднем. Понятно, что СПГ будет поставляться на рынки, где требуется на большее расстояние. Это в основном Азиатско-Тихоокеанский регион, это Китай, Индия, другие страны. В общем, по трубе на запад, танкерами на восток. Россия намерена не только продавать как минимум пятую часть всего мирового СПГ, но обеспечить им и российскую глубинку, где до сих пор нет газопровода. Спасибо, Татьяна. Это была наша обозреватель Татьяна Ремезова, а мы продолжаем выпуск.